Спи спокойно, словно небыла войны. Хочешь бить, бей! Я говорю, ты что, идиот? Ты реально при мне это рассказываешь чуваку? Переходах играл, но когда-то я на себя смотрю и думаю, капец, чувак, кроссовки рваные. Когда ты с ней познакомилась? Она такая классная. Она даже лучше, чем ты представлял по телевизору. Я просто не знаю, что делать. И группы нет, и мы с Ромой, и я вообще в непонятном состоянии. Кофе мой друг, музыка мой друг. Привет, Йо, группа Нервы. Я Рома Булахов, Димон Клочков, Женя Мельковский, Леша Бочкарев, все свои. Всем привет, это группа Нервы. Очень приятно. У меня так сложилось, что у меня родители музыканты. Я с детства просто сразу варился в этой кухне, сразу слушал разную музыку. И там и рок, и джаз у меня постоянно присутствовал в плейлистах, которые я даже не сам составлял. Просто так сложилось. И у меня не было никогда даже вопросов, кем я стану. Я всегда знал с рождения, что я буду музыкой заниматься. Это как бы вот так вот и пошло. Я не знаю, как так получилось. Я просто услышал музыку какую-то. Сначала я ненавидел, честно говоря. Да, я терпеть не мог. Особенно эстрадные вот эти все вещи. Потом наступил период, когда я стал любить, но никому не показывал. Но родители точно знали, там не могли подглядывать за мной. Ты что, слушал музыку? Нет, друзья слушали. Ну типа того. Ну а потом я что-то там вроде как слушал, но не раскрывал, что я слушаю, чтобы не позориться. Потому что раньше же я ненавидел. А потом брат на меня повлиял, он приносил кассеты, там Пол Маккартни, там что-то еще. Айра Смит он принес и все. И тогда вот Айра Смит. И тогда ты полюбил Льюбе? Ну Льюбе через сериалы. Там в конце смотришь сериал. Значит там прандобленные на милицию, и в конце там позови меня тихо по имени. Классно, да. И ты полюбил Льюбе, ДДТ и Гуф. Ну это уже другая ситуация. То это случилось дальше уже. У меня мама была преподавателем по фортепиано, и она писала песни. И собственно вот еще когда мне было года четыре, она меня начала учить на пианино играть. И она писала песни, мы их вместе пели. И там в школе уже где-то пел ее песни на каких-то праздниках. А потом дядя мне гитару свою отдал, тоже там показал три аккорда. И вот я на тех трех аккордах что-то там дальше продолжал сочинять песни. И так все и пошло. В принципе, в моем городе, честно говоря, вся музыка, которую я видел, это учитель по музыке, который приходил с таким магнитофоном. Привет, дети, сегодня урок музыки. И там, а давайте послушаем. Дискотеку аварию. Не-не-не. Ну что-то там мы слушали такое как бы не очень понятное, но тоже учитель по музыке меня оттягал постоянно. Как сложилось так, что меня в принципе не выгнали со школы из-за того, что я постоянно пел. Учиться я абсолютно не хотел, но учитель по музыке меня выдергивал со всех уроков, говорит, Мельковский, пойдем. И мы сразу, и все, и все школу я провел практически в актовом зале, мы какие-то готовили какие-то мероприятия, я пел песни. Дискотеку аварию я пел. Пела Гутина еще это, пара волосы мучиться. Ну короче, много все такое. Это очень знакомая ситуация, когда тебе в школе, ну по крайней мере у меня так тоже было. Я все предметы всегда говорил, что у меня там конкурсы, я там, репетиции, да там и все. Да, и честно говоря, тогда уже чувствовался как бы немножечко там типа, прошу прощения. Привилегированы. Все там что-то суетятся, там учат, а ты сидишь в актовом зале. Так, ну не, ну слушайте, я думаю, что вот это было бы нормально, вот такую программу, короче. Жень, да, я знаю, я знаю, что я сделал, окей, все, не парьтесь, я возьму это на себя. Ну типа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А ты пел, да? Конечно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Мы, короче, ехали на фестиваль в Мариуполе, и случайно я понял, мы узнали, Даша сказала, что мы едем через мой родной город, Красноармейск, который теперь в Покровск, ну вот, мы у меня на районе, вот мой дом, микрорайон Южный, 14. Мои граффити, чуваки, сейчас мы, конечно, мы туда вернемся, но я хочу посмотреть, что я рисовал там. Эй, это, чувак, я это написал, ну, сколько, лет 20 назад, да? Да, да, Жека, вон, Жека, смотри. Жека. Жека. А здесь у нас физра проходила. Чувак, гордость школы, танцеваль, а талантливый. О, романтик, романтик. Гордость школы, как бы, чтобы вы понимаете. У меня весьма иронично для сегодняшнего дня с канала МТВ. Это вот прям серьезно, я увидел, у меня у друга был телевизор, вот, со Спутниковым. Я пришел, и он такой, сейчас я там включу канал вот такой, там, мультики показывает, вот, и мы включаем, там, мультиков нет, там, Яна Чурикова объявляла выход, Red Hot Chili Papers. И, ну, я увидел, и все, у меня вот так. Я на Чурикова вставила, да? Да, я такой думаю, вот, вырасту, в Москву приеду, буду к ней подкатывать. Но потом, потом, потом выяснилось, что это без шансов. Мы, кстати, с тобой никогда не обсуждали, но вообще она очень классная и любит группу Нервы тоже, вообще, знаешь? Так она классная, я уверен. Когда ты здесь не познакомлю, вообще, она такая классная, она даже лучше, чем ты представлял по телевизору. Я не сомневаюсь даже, спасибо за такую возможность. Это очень клево. Я увидел Red Hot Chili Papers Live, 99-го года, на Красной площади. Кофе мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Кофе мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Ночь меня ждет за мокрым стеклом, она все поймет. Кофе мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Дорога мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Дорога мой друг, я могу сыграть. И все, что вокруг, я могу сыграть. Субтитры создавал DimaTorzok Окей. MTV транслировал очень классную музыку, которая сильно на меня повлияла. То есть я тогда начал слушать как раз... У меня не было спутниковое телевидение. У меня была такая плата с проводами. У меня дядя был механик, электромеханик, электро там, что-то с электричеством. Вот плата, к ней крепятся медные провода. И это вешается куда-то за форточку, и ловится телеканал. Но MTV не ловило. А потом вдруг каким-то чудом то ли словило, то ли еще что. Ну вот словился MTV. У меня уже было лет... Шесть лет ловил. И появился MTV, и появились такие классные группы, как Линкинг Парк, Лимбийский, Таврил Лавин, Любовь моя, там, детство моего. Был такой момент, когда я шел по длинной ночной дороге. Когда отец меня не забрал из лагеря, а потом забрал спустя несколько дней. Эта история сто раз уже рассказывал. В общем, мы шли по пустой дороге. И как бы никого не было. Идти вперед километров тридцать еще. А я думаю, ну все, никого нет. Батя пусть идет. А я думаю, буду кричать как Честер. И пропадает в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора. И я начал кричать, вот эти все песни Линкинг Парка. И тогда я понял, что я тоже могу кричать. И я как-то научился, как это называют некоторые, скримить. Мне непонятно это название. Просто я начал кричать. И вот тогда я понял, что мне хочется вот рока. Хотя я всю жизнь вообще слушал только рэп. Каста, да, касту слушал. Каста, до сих пор, когда у меня плохое настроение, я могу прочитать трек каста ревности. У меня как будто лучше она становится. Ну, в общем, я был рэпером, а тут я покричал в Линкинг Парке. Это мне было 14 лет. И я понял, что все, надо рок валить. Поехал в Киев учиться. Поступил на актера. Учился на актера, жил в общежитии. У меня было катастрофически. Я мало денег. Я сам из Донецкой области, город Красноярск. Поехал в Киев жить. Общага. Я там подрабатывал, объявления всякие расклеивал, что-то еще. В переходах играл. Но когда-то я на себя смотрю и думаю, капец, чувак, кроссовки рваные. Как вообще просто кошмарно выглядишь. Нужно что-то промутить. Я как-то играл в переходе на гитаре. Нам бы по тормозам В сорок подкинем дробь Ну, что я тебе сказал? Хотя все понятно без слов Роднее своих же глаз Мы яркие конфетти Ну, что заставило нас? Так глупо с тобой разойтись На пальцах В пиджаке Две бутылки шампанского с девчонками Я продюсер Квест Пистол Говорит, вот моя визитка Звони там вообще Я вижу, ты музыкант Я такой, о, прикольно. Ну и вот как-то я это запомнил А когда я понял, что у меня рваные кроссовки Я такой думаю, о, позвоню к этому Бардашу И я типа думаю, напишу песню Он же типа продюсер Вот. Я написал песню Начал ему звонить Номер недоступен Что-то, короче, не работает И, ну, у меня был друг знакомый Который, я знал, что он его знает Я этого друга попросил, чтобы он мне показал Бардаш мою песню Он что-то долго очень ее показывал В итоге, когда показал, он мне позвонил Через два месяца Говорит, вот Юра Бардаш хочет с тобой увидеться Я такой, окей, взял гитару там у кого-то Может, у меня даже своей гитары не было Она была очень ***ная И я взял и иду к Бардашу Прихожу и понимаю, что вот этот Бардаш, который настоящий Бардаш Это не тот чувак, который я видел в супермаркете А тот чувак, это просто который чувак, который по *** Решил сказать, что он Бардаш Вот, но он не Бардаш Ну и все, и вот мы познакомились с Юрой Бардаш Который сказал мне, что вот эта песня, которую я хотел ему продать И купить все новые кроссовки Сказал, что песня ***, но голос у тебя классный Давай попробуем записать альбом И, собственно, я говорю, окей И мы, вот я вот так написал несколько песен И мы записали первый альбом Еще который не группа Нервы А который просто Женя Мельковский Альбом в моей комнате называется Я просто написал несколько песен И я зашел на студию, так спел их одним разом Реально, я даже не знал, что такое студия Как оно все пишется Я просто зашел, спел, вышел По одному дублю каждую песню и все И вот альбом И альбом вышел Мы сняли пару клипов И было интересно Но я был в универе Нищебродом мрачным Потому что вообще очень все плохо было А тут мне бардаш кинул на стол Говорит, вот тебе 100 долларов Я там обосрался От счастья У меня жизнь вообще поменялась Я купил себе пожрать И даже мог свою малышку с водителями Там была как раз первая любовь В университете Я мог уже Мы могли сходить в какое-то заведение И съесть пиццу Я вообще почувствовался королем жизни Вот У меня было мало выступлений Первое выступление, кстати, было в Олимпийском Самое первое Первое в Олимпийском, второе в Ледовом Ну, было какое-то big love шоу Что-то такое И вот я с танцами туман Своей первой песней Пошел выступать Я вообще такой Офигевший А потом я поехал на концерт На разогреве У одной группы Эта группа была с живыми музыкантами А я Как бы под флешку и гитару И я тогда подумал Ого, какой это гов... Всем я занимаюсь Я Юре сказал, что Юрчик, давай группу собирай Он говорит, давай Я в контакте напечатал Ищу музыкантов Ну и вот, собственно, пришли музыканты И как бы собрали мы группу И вот тогда Началась уже Другая жизнь Я считаю, что именно благодаря тому Какие у нас слушатели Может быть, конечно, у нас слушатели Благодаря тому, какие мы Но, в общем, вот они такие И именно поэтому У нас все так круто происходит Поэтому у группы есть жизнь И такое хорошее настроение И желание продолжать двигаться Потому что я понимаю, что наши слушатели Ну, это какой-то особый вид людей Я не знаю, но мне они очень нравятся Они очень всегда добрые Творческие Все играют песни Какие-то постоянно снимают Какие-то видосы Я всегда в них уверен Я никогда не боялся там Выходить на улицу Или спрыгать со сцены Я горжусь Когда я вижу этих людей Я могу сказать Единственное, что Чего ты не сказал Что, мне кажется За наших слушателей Не бывает стыдно никогда Знаешь, когда После концерта Когда там Ну, оставляют какой-то Мусор Ужасное какое-то поведение Там Кто-то кого-то там Побил или там Ну, какой-то И так классно Что-то Это так Что наши люди такие Это супер приятно И это было так всегда Мне кажется, это такая Наша работа Наша дружба Это наши выстроенные отношения Хорошие Семья Ну, мне кажется Это зависит вообще В целом от человека Если в человеке это есть То оно Со временем раскрывается Так же как и власть Знаете, вот Большая власть Она Ну, возбуждает в людях Самые какие-то плохие вещи Что тут происходит у меня Так вы тут работаете Работайте лучше Покажем Если они в них есть Если они в них есть Да, если их нет То их нет Так, смотри Так, смотри Это Здесь, смотри Это Джеки сейчас все это Подключить Анатония Я подключу Рус, смотри Здесь, да Открываешь гитару Здесь, смотри Да Ну, это все Все-таки представители Как бы культуры И искусства Они Там Ну, я так считаю Реально Я хочу, чтобы мы Ну, ассоциировались у людей Как мы представители Искусства А не просто какие-то чуваки Полтава, Харьков, два билета Едем до Полтавы И поэтому, мне кажется С точки зрения искусства Ну, как-то странно Будет выглядеть Если будем ходить Какие-то пафосные То, что люди Реально Я прям наблюдаю Просто я знаю их сначала Когда они просто были никем совсем Вдруг они становятся Популярными Что с ними происходит Это правда В смысле, почему Я говорю, да чувак, наверное, типа Зазвездился, наверное, популярность А я такой Да нет, такого же не бывает Это же все миф Ведь со мной такого не было Типа И, наверное, ни с кем другим Это невозможно А ты понимаешь, что нет У нас такое отношение Что если кто-то Какие-то штуки Непонятно, что делать У нас Мне кажется, любой Подойдет и скажет Чувак, ну, попроще Потому что это уже как-то Странно выглядит О! 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 То есть и на таком на доверие На дружбе Как бы все всегда друг друга Тут уже такая экосистема уже сформировалась Никто уже не проникнет Ну да, если что Подойдет Димон Скажи, Женек Мне кажется, ты сейчас не прав Конечно Можешь всегда расистить Спасибо, это всегда Да, я зазвезденный Я просто отсюда Я родился уже Ну, Леха реально у нас На перстнях Леха рок-звезда Это Ну, так вышло Надеюсь, что ты просто не спросишь его Потому что Сейчас начнется пафос Польется Леха у нас За все пафосы За весь артистизм Это Леха Отвечает Потому что он взял на свои плечи Ответственность Ответственность Знаете, это не просто Стать Ааааа Какой лохи Он выглядит так, что Вопросы все отпадают Он просто приходит такой Так, блин Он сказал так, блин Как круто Это опыт Практически Ну, это началось Буквально Относительно недавно Но вот Последний тур мы ездили у нас В каждом городе В каждом отеле был Спортзал Мы в него ходили Если его нет Мы искали спортзал где-то Где он есть И Ну, разово Ну, не все, конечно Но большая часть команды Всех ходили Я могу сказать Это вынужденная мера Это два выбора Два варианта Как ты едешь в тур Тур это тяжелое Физическое Психологическое событие Такое Потому что ты Полгода в году Или даже больше Да больше Гораздо больше Ты находишься просто В автобусе На концертах Ну, постоянно Режим Хаотичный И у тебя два варианта Либо ты каждый день Просто бухаешь И вывозишь этот тур На алкоголе И на том, что Ты типа игнорируешь вообще Свой организм Потому что ты всегда бухой Либо второй Ну, ты по-любому вернешься И поймешь, что ты как будто Постарел на пять лет За один тур А второй вариант Это как бы Альтернатива И мне кажется, что Спорт Для того, что Для поддержания опять же Своего духа И физического состояния Вместо того, чтобы бухать Мы начали просто отжиматься Мы постарели уже Да Отжиматься Ходить в залы Есть здоровую еду Это интересно Нужно чувствовать Какие-то привычки Есть привычки Можно их заменять на какие-то более просто здоровые Да и просто Ну ты еще А, ну ты же еще начинаешь выглядеть А реально Ну ты когда бухаешь Ну типа ну что там Просто лица нет Уля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- очень любил и был достаточно предан ему, и мне казалось, что все очень круто, но потом, когда пошло все совсем не круто, то есть, несмотря на то, что реально я не знал, куда дальше идти и что мне делать, потому что я же нихрена не знал реально в этом всем, это был мой единственный человек, который мне показал это все. Все было настолько в отношениях, что мне было все равно уже, куда идти, потому что уже доведено было до маразма, я просто в какой-то момент сказал, что все, до свидания, никак вообще никуда и я не готовился к этому это произошло случайно и поэтому я не заранее там не сохранил какие там пароли от каких-то страниц не нанял каких-то людей для того чтобы поддержать какие-то концерты или сразу плавно деятельность перевести было очень сложно и страшно еще того что я знал что я не знал что дальше делать так еще он снес весь наш социальные сети там youtube клипы все группы вконтакте инстаграм все посносил еще и позвонил всем на свете кого знал сказал что с нами что не работал могу добавить кстати по поводу этого периода 2014 год это как раз когда я попал в руку я не знаю что не бардаш они там не кружева ничего но я в принципе слышал ну как бы никогда не вникал и же не слушаясь тут такая тема вот ты же сейчас будешь группе играть вот но смотри мы собираемся вот сейчас слайба там уходить или там вот ну что думаешь я говорю так ничего и давай нормально то есть мне вообще как я не я не в курсе вообще все ситуации грудо пожалуйста он тогда же не замуж концертов не будет может там будет там и да нормально видовая все мы стоим вы едим этот могло тебе да вообще без проблем и поехали в москву все же станки по нам тогда помогал юра федоров который был очень долгое время директором группы к списку с которой сейчас группа огонь вот он тогда отозвался на и помог потому что я вообще ничего там не понимал он собирался сразу сращивать и все встречи вот и даже сделал несколько концертов и с этих концертов мы заработали короче это было три концерта или четыре с которых мы заработали я первый раз получил столько денег сколько не получал никогда стура даже бабу просто у людей ну как дилет давай давай просто на всех пополам там делите все делится да и когда-то не 6 процентов получаешь он просто свою часть рома принял решение он должен был как бы зарекомендовать себя он либо должен был хорошо все сыграть но он решил что он будет не басистом шоуменом я сразу пришел в гример гри пацаны я сегодня нам просто можно конечно я вот так вот просто начал пить вискаре или что-то у меня просто был взрыв какой-то эмоций и я просто напился этого вискаря жестко запил колой вышел на сцену два раза прыгнул там все перемешалось у меня просто в голове все перемешалось я не одну ноту не сыграл надвигался очень на фотке в концерта были фотки были вот такие но тут каким-то утренним утренним днем в один день в одно утро мне позвонил директор газгольдера коля мы до этого уже с бастой делали фит выступали заходили на газ я принципе ждал этого звонка сам никому не звонил стеснялся она думаю может коля позвонит и позвонили коля режу шо не хочешь с нами я ну надо коля приехал с вадиком мы как раз хотели рома постоянно говорил про москву рома говорит а давай в москву да давай в москву и там сейчас разрушу попал в руку в тот момент когда у меня вообще все разрушилась в киеве по моей музыкальной карьере и я попал в группу и просто увидел свет когда ты играл где расскажи на по-разному но последнее место где играл я играл со светой лободой там в киеве качестве сессионного музыканта на расскажи историк чем ушел да блин там на самом деле просто за деньги начался расклад и типа не платили не сильно много прикольно очень очень немного скажем просто не хочу развозить платили оси платили очень какой-то такой типа пацаны из музыканты чуваки надо больше сткида надо типа мы сейчас вы должны сейчас сказать что мы музыканты все-таки да мы такие типы и когда пришло время горит рома таком и и все-таки мы его не знаю мы его не знаю так получилось илтас ваним себе примерно так и был смешно все я попал в группу и говорю пацаны поехали в москву просто не было навязчиво уехать москву я не знал зачем просто я понимал что в москве на нам будет круто кстати про лободу это не тоже типа лобода что с ней не так и себе было бы дует и мне такой сказать тоже чувак слышит завали а я это вопросов нет третье вопросами мы собственно после разговора с колей не прошло недели как мы собрали все наши вещи которые уместились в одно купе поезда а киев москва и вот так мы транспортировались окончательно со всеми своими пожитками москву это был просто такой интересный период в котором мы много чего для себя поняли пережили такое нормальное дно не в плане газгольдера в плане у группа пережила сама по себе то есть разрыв коллектива мы набирали новых участников вот этот человек пришел все испортил можно считать что это был такой толчок знаете как говорится что чтобы чего-то достичь нужно коснуться дна чтобы оттолкнуться но возможно это вот невозможно сто процентов это этот период и я просто не знаю что делать и группы нет и мы с ромой я очень в непонятном состоянии и рома просто присланы как-то гитары бортана гитара записал вот партию такой сочни на эту гитару песню слова мелодию я сочинил у меня взял за шкирку потащил на студию рома запиши теперь я записал гитара завтра говорит приходи мы снимаем клип на фотостудии да да я понимаю я просто все добавлю и мы сняли там клип ваш рома все это синтей роли я за ночь это смонтировал и вот у нас получился клип из этого клипа лампами у нас началось новое дыхание рома меня вдохновил и мы с ним братишкой все разрулили нашли пацанов там легкую там еще был чувашку душу хочу вместе с вами спеть песню которая называется лапами знаете когда сейчас начну играть надеюсь на вашу помощь давайте сделаем это вместе и вот и и и и и и и Девушки отдыхают 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 Нет концертного директора Организация концерта Другое имя Здравствуйте Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают барабанщика басиста тоже едет чувак и его знакомый тоже может быть друг да вот кореш да и вот я не узнаю что они приезжают ну здорово типа ну здорово и это репетиция и первая песня и счет там раз-два и замах у лёши просто вот такой вот просто палки там где-то уже в потолке воткнулись первую долю я думаю как же круто как красиво громко классно первая доля пах и все дальше просто не знает песни структуры не знают ничего просто не играет а а вот а басист говорит ой на чуваки за его знаю да он не пришли кобыле хвост это с ним сейчас будет это геморрой типа его учить всему он такой не самостоятельно не я я не буду говорить да типа за него я за него говорит мазу тянуть не буду говорит ну в общем мы же туда отправили домой при сбрели потому что боровик и рассказали на типа объединить а я был за тебя не жалею до сих пор вот лёша бочкарова будет известный в америке как лучший барабанщик сначала в европе его признают в европе пацаны в китае его признают в австралии в одном дворе московском центре рома привел какого-то собратка вот он будет играть мы два месяца с ним поиграли на борту квощину бардак такой именно интересный чувак который ну типа есть такие люди просто же передача интерес нужно интересные истории рассказывать такой чувак почему я понял что нам с ним не по пути играть смотрю он расскажет с ким-то кентом барабанщик которого привел историю учит его как зарабатывать деньги барабанщик в роток какого-то кенту какого-то кенту говорит чувак ты шо гонишь не знаешь как бабки мути гри чё посмотри я с фонда группа говорит взял мне дали 500 рублей на палочки я палочки купил за 350 или за 450 рублей мне в карман и ты что идиот ты реально при мне это рассказываешь чуваку горит еще тупой я записал песню газгольдер приглашение я сделаю дома на компе все забил барабаны гитары базе записал все красклассно звучит ну просто для демки чтобы показать на ироме конечно же приношу рома говорит ну чувак надо записать вживую чтобы было типа как всегда мы делаем ну конечно давай и вот этот барабанщик я ему запиши барабаны вот те трек вот сиди у нас студия все в порядке запиши и короче там просто кривизна просто кривейшие барабаны нахрен ну не пригодные ни к чему я говорю братан а почему так он говорит чувак тут я типа наушники отходили метроном плохо слышал я горючок это ни хрена не оправдание почему ты записал кривый барабан если плохо слышал микрофон сделать так чтобы ты хорошо слышал микрофон если ты записал кривые барабаны открой секвенсор выровняй эти кривые барабаны правильно и короче я что-то выбесился и все не могу позвонила этому лёша алёха мне еще спустя два месяца как мы играли с другим барабанщиком лёха мне пишет просто так и не женек слушай но если что я все песни уже снял на мало вернется может ну да ну я такой думаю блин ли он и так умирился этому короче и все и через какое-то время я позвонил лёхе грыжу ты все также еще выучил все эти песни готов приехать варь до вернемся переезжая на все буду через неделю через неделю приехал уже за неделю выучил на самом деле серьезно они они я реально я типа снял хорошо спасибо спасибо А и а а и а и а и и и и и и и и и Спи спокойно Все грехи отпущены. Я знаю, что в моем мире так много лжи. Точно так же, как в вашем каждый день Заставляет нас строить этажи. Чтоб казаться кем-то более важным. Но за стенами все так же люди просят еды. Отчаяние в глазах и зубы скрипят. Мы выдумаем, что виноват не я и виноват не ты. Но мы не сможем обмануть себя. Спи спокойно, словно не было войны. Все вокруг счастливы, все грехи отпущены. Спи спокойно, словно не было войны. Спи спокойно, словно не было войны. Все вокруг счастливы, все грехи отпущены. Спи спокойно, словно не было войны. Все грехи отпущены. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Шаг, вдох, выдох, шаг В чём болит моя душа? Ты бог, как бы не так Мой друг, мой враг Я перебираю тебя на руки, беру Моя измученная музыка залечит дыру Не помогая и сам доберусь Мои дороги переломаны, но я тебе не вру Моё сердце меня простит Но я оставлю любовь позади И я буду по земле грустить И в этой грусти я буду один Моё сердце меня простит Но я оставлю любовь позади И я буду по земле грустить И в этой грусти я буду один А ты спи спокойно Словно не было войны Все вокруг счастливы Все грехи отпущены Спи спокойно Словно не было войны Спи спокойно Словно не было войны Все вокруг счастливы, все грехи отпущены Спи спокойно, словно не было войны Все грехи отпущены Слишком влюблен Позови меня тихо по имени Синекдотом Монтакт Чемодан До скорой встречи Слэм Слэм Снэмпрессия Инстаграм Инстаграм Инстатюб Ютуб Из миллионов фильмов, конечно Титаник Зажигал, потерял, ладно Я все время хотел дать новую Из всех, что вышли, у меня спи спокойно Но есть еще на новом альбоме Женя написал кое-какие новые Я вообще никогда не отвечал на эти вопросы Тяжело, не могу, это сложный вопрос О, у меня есть Nine Inch Nails Хёрд Редхотели Попперсон Дезебридж Пусть будет Аматоры Черно-белые дни С князем О, клевая идея Я вообще, если серьезно Конечно, с Земфирой и с Плином вместе Вот такой тройный фит там Не знаю, ни с кем не хотел бы Я лично ни с кем Я сам С Эминэм, строго С Эминэм хочу фит Лучше, чтобы там был Земфир и С Плин и Эминэм Прикиньте, вот такой Никто не было Леша, ты с кем? С Курри Тейлором С Курри Тейлором? Хорошо О, я сейчас хотел бы Первый раз проматерюсь сейчас Нафиг кавера Я бы хотел Я хочу же спеть Нафиг это мат был? Не слушайте, короче Boombox Happy End Да Гастроли Гастроли Ночь День День Квартирник Большой концерт MTV MTV Я оба Слушай, сложный выбор, да Ну тут Смесь случайностей Какого-то непонятного мне вообще везения Которую, по-моему, со мной никогда больше не приключалось еще в жизни Я играл в разных кавер-группах И мне очень надоело это Я захотел Вообще выходить на сцену только уже со своими песнями Я тоже там писал песни Там готовили альбом И я такой подумал, что вот Пришло время перестать работать музыкантом Но потом мой друг Дима Добрый Он просто сказал, что вот Там так и так Там Ребята ищут басиста Ну и я отправил дурацкое видео Где очень дерьмово сыграл на бас-гитаре Ну там не то, чтобы дерьмово Просто пальцем Ну неубедительно, да Неубедительно сыграл И это причем это был мой максимум тогда То есть по убедительности То есть я понял, что ладно Лучше я сейчас не сделаю все равно Я просто никогда этого не делал Никогда не записывал видео, как я играю То есть там вживую сыграть вместе я могу достаточно неплохо А вот как-то записать, поразить чем-то Ну то есть это не про меня И я записал это видео Отправил Ну и конечно в ответ тишина То есть никто ничего мне не сказал Да, я еще ржал Я говорю, что человек, который на руке Мерседес набитый Я никогда не возьму его в группу играть Потому что это просто какой-то маразм Просто, ну честно говоря Я знаю, что меня перебило Я вспомнил, что у Ромы набита татуировка Rich and Famous А он нормальный чувак 16 лет перед татуировками, между прочим Мы послушали Диму Он пришел в шарфе в красивом Выглядел классно Лук бомба Играл грустно И был грустным Вот, да Был чувак, который пришел Веселый, все снял Но выглядел Терпел А, я помню, я помню этот момент Я стоял за дверью Я снял как сумасшедший все У меня нет пятиструнной бас-гитары Я там поменял там свой другой басный пятиструнный на время Незнакомый чувак не дал Басист Сироткин, Вадим В одной песне там одно буквально место Была там пятая струна Все, значит, нужно Это за всю дискографию одно место Вот, я думаю, ну раз пятиструн Значит, я с двумя гитарами Приеду, значит, там попеременно сыграю Все снял Я стоял за стеной И я за стеной стоял И слушал, как играет другой чувак А я его знаю, я подумал, ну все понятно Сейчас возьмут его, потому что он хорошо играет Короче, было прослушивание Пришел Дима и другой чувак Мы взяли другого чувака Потому что технически он лучше снял И играл, ну типа, поуверенней Ну я поеду Ну ладно, давай Ну давай Пока-пока Все, я еду Я еду? Да-да-да Все, давай, пока Все, пока Я поехал? Да-да-да, Диман Все, я еду, давай Пока Но в тот момент, когда нам нужно было ехать на первый концерт в Архангельск Как бы Я решил почекать истории этого чувака Которого мы взяли на бас А он там в историях Короче, типа, тут снимаю песни группы Нервы Вообще сложно Но вообще, если я сниму вот, как бы список Клац, там дальше смотрю stories Выкладываю скрин какой-то А я ему пишу Ты что, играешь в нервах Он, вообще-то да Клац, скрин переписки нашей с ним Там, где я ему скидываю список песен Он такой, там вообще, как бы, да Я Роме показываю Говорю, Ром, типа, нормально? Рома такой, да, это б***ь какой-то Я такой, ну да, вообще Говорю, ну а что делать? А Рома говорит, чувак, сливай его Давай Димона Я просто сразу был против Я почувствовал, что Димон даже с его однопальцевой игрой На тот момент, что, ну, он входит И по вкусу То есть по вкусу в одежде По вкусу в музыке Ты же сказал, что ты слушаешь То есть я подумал, что Димон Он говорит, мне, говорит Я просто смотрю на Димона Говорю, смотрю на того малого Который еще в stories вот этого делается Говорит, я, говорит Понимаю, что сейчас вот стадиум будет играть концерт Говорит, ты говоришь Я считаю, что тут не может Этот человек сейчас играть в стадиуме Он, говорит, еще не заслужил этот концерт Димон, говорит, Димон Он такое лицо выжарит, что он, как бы Ну все, и вот потом мы Димону позвонили Димон поехал с нами играть в Архангельсе И вот первый концерт Мы все вместе с вами сядем вот так вниз И мы И вы все вместе Все садимся вниз Мы ждем всех каждого Садимся, ребята С одной простой целью Чтобы, дождавшись сигнала Жени Мельковского Начать прыгать вверх до потолка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Раз, два, три Как раз это произошло Когда мы собрали группу Первый раз в жизни И это был первый альбом Который я купил в магазине вообще Ну то есть диск Когда-то у меня была первая кассета И это было, кажется, многоточие Треть жизни свободы А вот первый диск Это был Red Hot Chili Peppers Вот этот вот прекрасный альбом И вообще тогда я зафанатил группу Red Hot Chili Peppers И начал смотреть их Крутейшие клипы, лайвы И все такое И понял, что они невероятные Просто музыканты Которых я до сих пор считаю Самой Ну и вот музыкальной группой Считаю Red Hot Chili Peppers Там самые крутые музыканты Самые интересные Ну вот Джон Фрусчанте И Фли Это все какие-то невероятные типы Ну и Кидис Интересный вообще персонаж Который С очень интересным Мировоззрением Ну и, собственно Слушать эту группу Просто Очень приятно И еще очень приятно Когда ты музыкант Снимать партии Причем я снимал и на басу И на гитаре И играть Пытаться Потому что каждая партия Отдельно Сама звучит Как музыкальное произведение Вот Плюс ко всему Этот альбом Он еще не похож на Все их творчество Которое после этого альбома Ну на всякие такие песни Как California Либо Скортищ Типа Тут более Какие-то Что ли Рэповые Больше выкрикивальные песни Такое Речитативные Вот Но тем не менее Несмотря на всю То, что в основном Это такой Фанки-рок Такой Не знаю даже Как это назвать Ну с рэпом Но тут есть Очень крутые песни Такие Ну как это Under the bridge И плюс тут еще есть Да I could have lied И еще что-то Про дождь Было классно А брекки А ё-моё Тут такие Супер драматические Супер грустные песни Breaking the girl Вообще Просто слезы Есть свои истории Это настоящие Интересные музыканты Мужики Ребята Короче Пацаны Нормальные Трушные Очень трушная Крутая группа В целом Для меня Nirvana И конкретно Этот Unplugged Он Олицетворение Такой вот Супер Классной Супер сыгранной Супер дружной Такой группы И вот Вот эта Атмосфера Которая царит На этом концерте Она очень Мне Сильно Напоминает И близка Ну к нашим Каким-то лайвам К квартирникам К акустическим Мероприятиям Вот мы сегодня Тоже будем играть Тоже можно сказать Unplugged И для меня Ну очень Я чувствую связь С Вот с такими концертами И собственно Ну Nirvana Вообще в целом Крутая группа И я не могу сказать Что я ее слушал Там С самого детства Начал вникать Я как раз Все-таки Больше Когда в нервы попал Начал увлекаться Гранжем Гранжем Или там Стонер Начал слушать Ну понимать Хотя бы О чем Это музыка И вот Ну Nirvana Это та группа В которую я влюбился Вот в позднем Возрасте Хочу чтобы Такая запись Была тоже У нашей группы И чтобы мы Оставили свое имя В истории Так же Не так же еще По-другому Да У меня Мне есть что сказать На самом деле У меня есть Был у меня Знакомый Джазовый гитарист Сугубо джазовый Вот ты умеешь играть И любишь не только джаз Ты играешь рок Тот парень Тоже Рома Кстати Он играет джаз Я у него спросил Как мне вообще Начать слушать джаз Вот я чувствую Что-то такое в себе Импульс Он мне сказал сразу же Вот берешь альбом Перестань слушать любые Нет он говорит Берешь альбом Майлз Дэвис Kind of Blue И если тебе понравится Значит это твоя музыка Я включил Я его не смог выключить Все Он в меня Сломался Он в меня Можно так сказать Внутри что-то сломалось Он в меня проник И Это мой любимый Джазовый альбом В него проник джаз Я не сильно в теме Вообще Судьбы Там Майлз Дэвис И его биографии Но я точно знаю Что тут был Очень сильный человек И мне как бы Этого достаточно Меня это очень сильно Вдохновляет Что тут сказать Это же шедевр Тут нужно что-то говорить Просто бомб трек Килинг Кстати вот эта первая песня Которая у меня была на телефоне На звонок Когда Орингтон купился Я когда услышал эту группу Ну вот Все До свидания Сорвало Риффы там Пречитатив Позиции граждан Все протестное такое Я такое думаю По рифам Вот Редход Чили Пеппер Рычаги Это были первые группы Которых я именно рифы Заценил крутые Боже Какая крутая группа Слушай Я вот просто горжусь Что вообще мы живем В одной вселенной С этими людьми Серьезно Только с этими? Ну вот Эти Со всеми Это крутые Нам повезло У нас клевая вселенная Существует джазовый альбом Моего друга Рома Булахова Тут зеленый фон надо сделать Да Рома Булахова Это гитарист мирового уровня Да Без приколов Абсолютно Я кстати Когда это говорить начинал Ты на то время прикалывался Так я сейчас прикалываюсь Но Когда тебе предложили Там вот эти люди Из Америки Очень высокопоставленные Значит Когда тебе прислали Потом гитары Бесплатно Точнее Это был наоборот В исторической последовательности Как бы Оказалось все так Как я и говорю Но это и так все Блин знают Это его альбом Но Внутри его альбом Ну просто конверт От другой пластинки Которую я тоже очень люблю И заслужит внимания Послушайте обязательно Альбом Рома Называется Как? Сотсен саланс Да Блин Можно долго Короче Рассказать Просто наступил момент Я понял Что я хочу записать Свой альбом Джазовый Как-то собрал Полтора года Собирал музон Записывал его И У меня не было До этого никогда Ни винилового проигрателя Ни пластинок Я понял Что я хочу Запечатлеть этот альбом На виниле И короче Сделал винил И первая пластинка Которую я получил Это была коробка С моим собственным винилом Я собственно Обрадовался Всем ему подарил И вот остаток Распродаем За копеечки Чисто ради Этого Ты когда про свой альбом Рассказываешь Мне кажется Что ты скромничаешь Скажи как есть Я просто такой Как ты работал Короче Если кому-то интересно Кто-то увлекается Там джазовой импровизацией Или там гитарными Всякими штуками То послушайте Мне будет приятно Я его реально слушаю Его очень приятно Слушать на пластинке Просто это Как бы такое Какое-то Интересное настроение Необычное Которое кстати Не возьмешь нигде В другом месте Кроме как в альбоме Потому что это особая Отдельная вообще история Инструментальная Гитарная Вот Но при этом Этот альбом у меня Является таким стандартным Если меня кто-то спросит Про джаз Вообще Про Про музыку Которая Бывает сейчас Современный джаз То я скорее всего Поставлю альбом Рома Балахова Не потому что Он мой кент А потому что Это реально Что-то очень крутое Прогрессивное Интересное То что может зайти Такому простому обывателю Как я Отличная зацепочка За современный джаз Мне кажется Рома представляет его Очень грамотно И красиво И я ему за это Очень благодарен Спасибо Красиво Смолвил вообще Лучше бы я ничего Не говорил до этого Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Беды, удары, игру Мы вместе все пройдем Было бы круто, ну что ж Но в моей спине нож Ну как Ты предаешь Лучшего друга В самый сложный момент Вот, сука! Но что же человек Что ни день, то тряль Лучше ничего не говори Заткнись, отстань! 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 Оу! Падает в небо Зажигалки из рук Я уже не понимаю Кто мой друг Я люблю души Но всю свою жизнь И не понимаю Кто мой друг Сколько ты взял рублей И что ты имеешь теперь Хочешь бить Бей Я доверяю тебе Тысячи причин, зачем они Час пришёл мочить кулаки И когда в тылу ты меняешь роль Лёша на полу, я глотаю боль Падают в небо зажигалки из рук Я уже не понимаю, кто мой друг Падают в небо зажигалки из рук Я уже не понимаю, кто мой друг Люблю ты жила всю свою жизнь Я не понимаю, кто мой друг Я не понимаю, кто мой друг Я не понимаю, кто мой друг Вместо тысячи слов один уверенный шаг Вместо веры в богов чистая душа Вместо тысячи книг знания, что не врал ложь Этот тупик черная дыра падает В небо зажигалки из рук Я уже не понимаю, кто мой друг Я люблю от души всю свою жизнь Я люблю от души всю свою жизнь Да, как-то все получилось спонтанно на самом деле Как идея появилась, я просто что-то мне прислал первый микс Пупс, чувак Макс из Киева, который сводит наши альбомы Бабом, вот он прислал первый микс Первая песня была «Зажигалки» Он мне прислал, я почему-то начал сразу придумывать клип на эту песню И вот придумал такое В это время мы были на Бали И подходит Кирилл Бледный и говорит Чувак, давай я у тебя в клипе хочу сняться Я говорю, о, давай зашибись Я как раз только что придумал клип Он говорит, о, давай, ну и все Не больно тебе? Нет А если... Не больно? Так не больно Вот О, че обновь попал Смотрим вперед В это время я подаллельно познакомился с чуваком из Питера, который снимает видосы Я говорю, вот есть чувак С открытым оператором, да, с Азаром Так и получилось И все, мы с Азаром законнектились Собственно, я сделал раскадровку Удалось Даже... То есть Кирилл Бледный даже приехал на съемку Да с ним не было вообще... Ну, в смысле, с клипом, по-моему, особых таких проблем как бы не было Срослось достаточно культурно и грамотно Никаких проблем Все как придумали, решили Собственно, встретились По плану все сняли Все кадры, которые были в клипе Все были в моей голове придуманы Расписаны давно Все происходит четенько Ну, в общем, все было четко Клип хороший получился Клип Падают в небо зажигалки из рук Я уже не понимаю, кто мой друг Я люблю от души, но всю свою жизнь Я не понимаю, кто мой друг Падают в небо зажигалки из рук Я уже не понимаю, кто мой друг Я люблю от души, но всю свою жизнь Я не понимаю, кто мой друг 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 Ну, было ощущение того, что карантин у нас на хвосте Потому что когда мы сыграли концерт в Москве через пару дней закрылась Москва. Когда мы сыграли в Питере, следующий был концерт, закрылся в Питер, мы поехали и сыграли еще в Калининград. И закрылся Калининград. Ну, то есть не закрылся город, закрылись концертные площадки, массовые мероприятия. Ограничения сразу же вступили в силу. Прямо за нами как будто догналась волна страшная. Было ощущение того, что прям на хвосте карантин реально. Поэтому было реально круто, что мы сыграли эти концерты большие, потому что все-таки это было десятилетие. группы, и очень важно было их сыграть. И, слава богу, мы их сыграли. Но потом все нахрен закончилось. Лично для меня вот все эти большие концерты, такие как вот Стадиум, или до этого у нас был Главклаб, или Мегаспорт, который будет, они такие, как госэкзамен в музычилище, или там как какое-то такое мероприятие отчетное. И все очень сильно готовятся, вся команда, все что-то делают, что-то там занимаются какими-то вопросами, подготовкой. Супер много людей замешано в концерте. И вот он, этот концерт. Я выхожу, наушники, что-то там не слышу или слышу, и там, ну и все. У меня такие концерты вот так происходят. Просто раз, и все, уже конец концерта. Я такой вышел. Все, все, конец, и все, и конец. Ну, очень такое великое событие в жизни группы. Десять лет, и куча людей, и все очень классно. Но я очень быстро его переживаю, вот так, фух, просто, и все, и оно растворяется. И все, и мы сидим уже, вот я пью уже вискарь, и такое, о, все, мы закончили. Тут такое ощущение, что воспоминания, они как-то даже важнее, как будто бы самого события. Да, ну и тем более мы каждый концерт снимаем, и видео, и аудио пишем, ну, какие большие концерты. Да, и круто потом. Я больше вот оцениваю этот концерт, когда смотрю видео. То есть уже сведенное, смотрю на всю атмосферу, на реакцию людей. Вот тогда я уже, как бы, нахожусь в этом концерте. Еще раз. Спасибо! У-у-у-у! А то сейчас раз, да, б***ь! Дыши, 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 дыши. Так. Дыши, дыши, дыши! Я не могу сказать, что я рассматривал существование именно конкретно группы, и думал о том, сколько будет существовать группа. Для меня никогда этот вопрос так не стоял. Скорее всего, это было просто музыкой, песни, которые я пишу. И, как бы, не было мысли, типа, а вот группа, сколько лет, что-то, как, какой состав, и в каком состоянии эмоционально-психологическом мы будем. Я не знаю. Такого всего не было. Просто неслось все, и, как бы, естественно, внутри меня никогда не было такого диалога, типа, Женек, а сколько ты будешь писать свои песни, когда ты остановишься? То есть я не планировал останавливаться, вот мы и не останавливаемся. А группа приобрела именно ту форму, в которой это движение безостановочное имеет максимальный успех. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok